Туманный июнь для Владивостока уже традиция. Традиционные мероприятия посвятили 157-му дню рождения Приморской столицы. Первые лица города, казаки, ветераны, священнослужители возложили цветы к памятникам Николая Муравьева-Амурского, Якова Семенова и к стеле воинской славы. В этом году празднование Дня города разделено на несколько частей. Торжественные мероприятия провели в четверг и пятницу, но основную программу оставили на 1 июля. На субботу запланировано театрализованное шествие по Светландской, оно должно быть очень ярким, народные гуляния, концерты на Центральной площади, в скверах, парке Минного городка и на спортивной набережной. Кроме того, для горожан проведут мастер-классы по самбо и танго, а для спортсменов – рыцарский турнир. В центр города и другие площадки можно смело приходить уже в 11 утра. Наш город есть за что любить. 157 лет, но история города очень насыщенная. Вот мы сейчас с вами стоим рядом со Стеллой воинской славой. Вот только вдуматься, сколько людей сделали важные дела в нашем городе для того, чтобы город был удостоен такого звания. Званиями удостоили и жители Владивостока. Накануне праздника Константин Межонов вручил почетные награды всем, кто внес значительный вклад в развитие города. Медалями за безупречный труд наградили медицинских сестер, педагогов, представителей флота, машинистов и многих других. Всего в зале собралось более тысячи гостей. Присвоит звание почетный гражданин города Владивостока за деятельность, направленную на пользу города, обеспечение его благополучия и процветания Шуматову Валентину Борисовичу. Вечерний концерт начнется в 19 вечера 1 июля. Творческие коллективы, сменяя друг друга, поздравят город с днем рождения. А в 21 час на сцену выйдет эстрадная певица Ева Польна. Сцена для праздника уже установлена. Здесь же на центральной площади Владивостока завтра в 22.00 прогремит салют. Кроме того, фейерверк можно будет увидеть на русском острове и в поселке Трудовое. Валерия Белоус, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.